Семь самолетов я уже поднял, только в нашем Роговском поселении. У меня там двигатели есть, чуть-чуть маленький музейчик у меня там есть на природе. Знаете, у нас в музее в Роговском школьном, музее боевой славы, лежит очень примечательная находка. Как раз вот с этой воронки, где семь бойцов было, это портсигар. Он прострелянный насквозь, то есть он, похоже, лежал у солдата где-то в кармане, и насквозь пулевое отверстие. То есть вот ты на него смотришь, и у тебя в голове куча эмоций, потому что его хозяин, этого портсигара, он не выжил в той войне. Но мы его вернули и с почестями захоронили на мемориале, придали земле. И душа его упокоится, мы в это верим. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. А боевое братство вам помогает в работе? А как же? Оно нам очень помогает. В том году Нарский рубеж поощрили, поисковые отряды одарили металлоискателями, лопатами. Котелки, палатки, поэтому сейчас у нас более-менее отряды оснащенные. Хотя все равно есть, чувствуется некая нехватка, но я думаю, все постепенно, постепенно наладится, конечно. Когда мы находим бойцов, мы сразу звоним, все ребята съезжаются, и мы общее раскапываем и поднимаем бойцов. Так что у нас как бы персонально мы не делим. Всего на мемориале сколько у нас сейчас захоронено? Около двух тысяч. А с 81-го года? Нет, это я с 81-го года работаю. Мемориал, он с 90-х годов. Да, но вы ведь до 90-х еще находили перед... Ну это да. Очень интересно просто, какое это число, какая цифра. Ну приблизительно, да. Ну приблизительно там... Вы имеете отношение? Все, общее там. Я не могу там, как сказать, людей. Ну же первое захоронение у нас было в Осюнино, то есть это в Бунчихе, а потом мы на мемориал перешли, там десантников тоже хоронили. Это сложно сказать сумму, какую-то цифру назвать, потому что вот нашли одну воронку 7 бойцов, а рядом нашли воронку 56 бойцов в одной яме. Поэтому самая знаменитая наша романовская яма, это сколько было? Больше 100. 100 человек, да. 100 человек в одной яме было. Вы знаете, тут можно про патриотизм много говорить, но просто хочется понять, что в голове, да, как вы мыслите, что в голове у человека, который с 81-го года занимается вот таким важным делом. Почему вы это делаете? Подскажите просто поколению нашему, почему? Ну, как бы привлечь нынешнюю молодежь, чтобы не забывали, что была война, гибли наши родственники и продолжали в таком же духе. Вот вы находитесь у воронки, там останки. Что вы чувствуете? Ну, первоначальная реакция у всех разная. Кто-то плачет, кто-то в обмор падает даже при виде останков. Это работа не для слабонервных, так скажем. И, конечно, наверное, это какая-то внутренняя цель найти бойца, вернуть его домой, найти родственников разыскать, чтобы, знаете, когда в Бурятию отвезли найденного солдата, там была еще жива его жена, очень-очень старенькая бабушка, которая своего мужа похоронила на кладбище спустя вот больше 70 лет прошло с той войны. И вот это, наверное, удовлетворение от работы мы получаем вот в этом. Хорошо становится, на душе. Да, бабушка. Нормально. Вот в 13 мы поднимали, и родственники приезжали нынче. Знаете, это очень-очень сейчас значимо, что взрослые поисковики наши не просто копают, лишь бы накопать там что-то себе там в музей или еще что-то, отчитаться, сколько мы нашли. Они активны, сейчас я их вовлекаю, да они сами с удовольствием вовлекаются в военно-патриотическое воспитание молодежи. То есть мы проводим школу поисковика, слеты поисковых отрядов, где мы детям наглядно объясняем на практике и в теории, что это за работа вообще поисковая. И вот с каждым годом к нам все больше и больше отрядов вступает. И вот это, конечно, отрадно очень. У нас на данный момент в Нарском рубеже уже 15 поисковых отрядов. Именно вот школьных и колледжи у нас еще, школы и колледжи охвачены. Поэтому большое спасибо взрослым поисковикам, что они делятся своим опытом. И школьники с удовольствием слушают и перенимают все. Вот это наше будущее поколение взрослого. Патриотизм. Знаете, что значит патриотизм? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!